А сегодня у нас в гостях артист, артист озвучания Пётр Гванс. Петя, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Борис Анатольевна. Ну, по крайней мере, этот господин называет себя Петром Гландсом. Мы же понимаем, что мы все его слышали, но никогда не видели. Хотелось бы, якобы, Пётр получить какие-нибудь доказательства. Вот, насколько мне известно, Пётр, не вы, а тот настоящий, озвучил фильм Дэдпул. Вы могли бы попробовать сказать что-нибудь голосом? Я не уверен, что у меня получится, но я обязательно попробую сейчас. Там был трейлер такой у этого фильма, и в конце герой говорит следующие слова. Кто полезет к ней в трусы на выпускном, не жилец. Кто полезет к ней в трусы на выпускном, не жилец. Да, проверка пройдена. И мы с удовольствием приветствуем вас, Пётр. Здравствуйте. Скажите, как давно вы озвучиваете компьютерные игры? Столько не живут. Столько не живут. Я озвучил компьютерные игры с 1996 года. А вот самые запоминающиеся проекты? Самые запоминающиеся? Те, которые геймерам, наверное, запоминаются, потому что потом фидбэк очень мощный от них получается. Это Готика 2. С этим как-то связаны пираты. И я пока не до конца понял их роль в этом мероприятии. Все принцы Персии, которые выходили у Юбисофта. Кроме первого. Кроме первого, потому что он был немой. Этот штурм просто ужасен. Мы должны дать ему отпор. Из недавнего для PlayStation делал Just Cause 3 главного героя. Должно получиться. В сумме я озвучил больше трех тысяч компьютерных игр. Мне кажется, тяжело вот так вот пальцем тыкать в какие-то определенные проекты. А самая тяжелая озвучка запомнилась? Самая тяжелая, навскидку могу сразу сказать, самая тяжелая, и вы, Борис Ароныч, это знаете, это орать в течение нескольких часов. Вот я об этом и спрашиваю. За каких-нибудь солдат, умирающих. Я помню, я помню, кажется, какой это был Medal of Honor. Medal of Honor, там Medal of Honor. Озвучивал ты, Боря и Сергей Чихачев, наш товарищ. И вы себе представляете мое положение? Я, в общем-то, с ними воюю, как игрок. Я достаю гранату, РГД-5, бросаю, и там голоса моих друзей. А-а-а, они умирают. Не стыдно? Ужасно испытать. Самое неприятное, да, это орать. Причем есть актеры, актер-актерочек, которые умеют орать театрально. Пистолети при этом не напрягают. Нет, он делает это тихо. И он не затрачивает. А есть, которые в полной мощи. Вот я не умею. А-а-а! Вот этот вот крик, понимаешь? И когда этот 200-й, 300-й крик, что ты делаешь? Ты срываешь голос. И потом не можешь работать. Было. Хотя в последнее время работа актеров стали ценить. И, конечно, коэффициент некий за крики добавлять. Серьезно? Да! А вы не знали? То есть, чем громче, тем больше плачешь, что ли? Ну, типа того, да? Сами в игры-то играете. Бывает такое? Слушайте, я тут недавно впервые за долгие годы, то есть, там, года за четыре проапгрейдил себе компьютер. И первое, что скачал, чтобы потестить компьютер, это был GTA 5. И я в него гоняю пока до сих пор. Если честно, мне очень нравится. И дочке маленькой, у меня двухлетняя дочка, значит, ей нравится сидеть на конях и там... Папа, машина, синяя машина. Да, это как раз игра для детей. Для детей, для двухлетних. Ну, а вот кого бы хотелось сыграть таким образом? Неважно, старая игра, новая. Вот какой-то вот персонаж, которого пока не удалось... Озвучить? Да. Из игры? Да, можно кого угодно. Я хочу, чтобы ведьмака убили, вот того, которого озвучивает... Геральта. Все это время, все вот Кузнецов, по-моему, да? А, его убивают у меня лично за вчерашний день. Только за вчерашний день раз в 30. Хочется поработать с ведьмаком. А мы можем попробовать. Скажите фразу, что ж вы лезете ко мне, вашу мать. Он любит так выражаться. Что ж вы лезете ко мне, вашу мать. Убедительно. По-моему, неплохо. Убедительно. Как вы, п***, не научитесь? Я, например, в свое время имел несчастье или счастье озвучивать игру Шерлока Холмса. Там был один эпизод, когда Шерлок Холмс в музей изобразительных искусств идет по всей картинной галереи, которая размером с два Эрмитажа, и комментирует все картины. Их было около, ну, может быть, полутысячи. И про каждую он знал. Борис, я сейчас просто побью вашу карту своими козырем. Я озвучивал шахматную игру. Сейчас мастер сколько-то там тысяч. И там есть учебник по шахматам встроенный. Я тебе хочу сказать, озвучили мы его в течение двух месяцев каждый день по четыре часа. В основном текст состоял не из таких фраз. Конь идет на Е2, значит, пешка, С3, А6, и язык сломаешь. Это черт знает что. И ты понимаешь, что ты в конце уже вот записи ты не соображаешь, что ты читаешь. А просто у тебя каша в голове. Просто полнейшая. Да, согласен. Но зато теперь нет равных в шахмате, когда задимся. Я, пока я не озвучил этот учебник, я еще умел играть в шахматы. После этого я полностью разучился. Белые могут отыграть пешку, даже если черные обеспечивают поддержку. Черный ферзь. Лучший ход для черного слона это сваска. 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 Правильный ход. Один, Ф8. Конь, шах, мат. Петь, спасибо за интересный рассказ. Мне особенно приятно видеть тебя, как коллегу видеть здесь, потому что я, как никто, понимаю какие-то нюансы, о которых ты говоришь. Надеемся увидеть тебя у нас снова. Боринка, ты меня вдохновил вообще на работу, ты как золотой голос России. Я стараюсь быть серебряным, по крайней мере. Спасибо большое. Спасибо. Жалко, что я тут человек случайный. Ты бронзовый? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok